Я уже делал скринкаст, как создать форму для взаимного оценивания. Но поскольку это дело очень приятное, создание таких форм, то я еще раз могу проделать такую же операцию. Во-первых, мы на нашем диске создаем форму. Создать и опубликовать. Создаем самую простейшую форму, не выбирая. И первый вопрос. Во-первых, мы должны сохранить им пользователя домене, для того, чтобы было понятно, кто участвовал, то есть кто оценивал. Во-вторых, мы должны ставить сюда фамилию того, кого оценивают. Назовем его докладчик. И сделаем таблицу в виде выпадающего списка. Вставим сюда все имена, которые у нас есть в этой таблице. Две колонки выделяем. Тянем до конца. И нажимаем Ctrl-C. В таблицу, в строчку с названием вариант 1 вставляем всю нашу таблицу. 41 человек вставились без проблем. Следующее. Добавить элемент. Тоже сделаем в виде выпадающего списка, потому что мы сейчас должны опубликовать номера задач, которые решают эти люди. Номер это будет заголовок колонки в таблице. Чтобы он не был длинный, слово задачи перенесем в пояснение. Тогда оно не попадет в заголовок таблицы. И сюда вставляем номера задач. Ну вот, скажем, хотим мы вот эти задачи, чтобы они у нас оценили. Задачи я постепенно добавляю в таблицу. Копируем, переходим в таблицу и вставляем, опять же, списком. Добавить элемент. И тут мы уже пишем выбор. По 10-бальной шкале или по 5-бальной шкале это сделано очень просто. Шкала. И тут ставим такой заголовок. Для того, чтобы участвовали в этом не так, чтобы поставить 7 пятерки, приходится делать некоторые пункты, направленные в противоположные стороны. Чтобы человек, который выставляет оценку, не понимал, выставив высокую оценку, он делает хорошо своему партнеру, которого он оценивает, но делает плохо себе. Высокая оценка означает, что задачи объяснили очень хорошо. Поэтому, если выставили оценку, он соглашается с тем, что он все понял. Поэтому мы здесь делаем такой... А выбор задач, который будет на экзамене, зависит от того, как сложатся эти баллы. Как они сложатся, я не объясняю особо-то. Поэтому они стараются по-честному, как наша преподавательница, которая тоже оценивала задачи, сказала. Она получилась так, по результатам такого взаимного оценивания, она самая добрая получилась у всех студентов. То есть все гораздо жестче ставили. Значит, первая это была оценка, которую выставляет докладчику. Вторую условно называли так. Все понятно. в объяснении. И тоже самая шкала. Третий. Оцениваем саму задачу. Сложность задачи. Такая самая важная вещь, которая у нас... Значит, 1. Это простая. И тогда она будет включаться в задачу. Но докладчик, который решил простую задачу, оценка будет каким-то образом снижаться. 5. Сложная. Наверное, придется пояснить и здесь. Все понятно. 1. Непонятно. 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 Все понятно. Оценка. Оценка. Наверное, понятно. Оценка. Моя оценка. Наступление. Готова у нас таблица. Ответы принимаются. Все готово. Открываем форму. И заполним таблицу. Продолжение следует...